Здравствуйте, товарищи! В эфире «Красный проект». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас сегодня Алексей Павлович Синеловов. Алексей Павлович, здравствуйте! Здравствуйте! Алексей Павлович, сегодня хотел бы поговорить о культурном мировоззрении наших современников. Каждый год у нас объявляется год культуры, год культуры разных народов и так далее, но по статистике отмечается все больше бескультуре и деградация наших соотечественников. Как вообще можно объяснить такой странный феномен? Но он объясняется одной очень простой вещью. Это да, это неприятное наследие тоталитарно в 20 века. Тут нужно иметь в виду, что за эти 30 лет уже успели воспитать целое поколение, выученное на Соросовских учебниках. Это уже кандидаты, доктора, заведующий кафедр, начальники издательств, редактора на радио и везде. И вот отовсюду изо всех этих источников этот поток идет, и это объяснение идет. То есть, они не отрицают, что есть деградация, но они как бы полностью это сваливают на эхо 20 века. Здесь, правда, есть нюансы. Тут условно можно две вот такие мощные волны увидеть. Они всячески окормляются государством, властью. Первое, условно говоря, это такие ельцинисты, да, либералы. Когда сейчас говорят, что вроде как 90-х годов уже нет, ничего подобного с точки зрения общественного. Оно торжествует еще как расцветает. Они говорят вообще о том, что понятие великой русской культуры, его в принципе не существует. Что все это придумал Сталин в 30-е годы со своим окружением, и они всячески доказывают, что, скажем, культура 18-го, 19-го века, она тоже была вся нерусская, немецкая, понятно, да? А, ну, советская для них это вообще ад. Понятно, это НКВД, это, да, кровь, жертвы, мифы и так далее, так далее. То есть, они транслируют все то, что в Ельцин-центре с 91-го года. И в этом связи, в этой связи они, у них это получается, да, они разорвали всю наше историческое время. И вот сегодня и школьники, да и студенты, они даже правителей-то России не знают, а что уж там в каких-то художниках, писателях, это вообще уже запредельно. А вот второй нюанс, вторая сила, которая тоже работает, которая тоже транслирует, это клирикальная. Разного рода царебожная, разного рода вот вся вот эта вот, да, духоскрепная, так называемая. Вот, ну, эти говорят вообще о том, что настоящая, единственная, возможно, подлинная культура, она исключительно в рамках православия. Ну, это вообще архаика, это а-ля, там, Каврелью Августину, еще глубокое средневековье, да. Поэтому вот эти два оттенка работают, сосуществуют, они друг на друга накладываются, да, они друг другу, кстати говоря, не противоречат, они финансируются, они развиваются, все это специально делается. Но нужно иметь в виду, что, в принципе, и те, и другие, они выполняют одинаковую в целом роль, да. Они служат олигархии, то есть, они полностью как бы снимают с нее ответственность, да, вот за все негативы, да, которые мы наблюдаем, и перекладывают это вот именно на вот якобы эхо, да, тоталитарного. Вот, и подобного рода вот этих вот кандидатов, докторов, вы не представляете сколько. Это культурологи, социологи, историки и прочие, мне со всеми с ними приходится иногда общаться, вот, и там иногда пытаешься их вывести на чистую воду, но, с одной стороны, они, к сожалению, сами уже отдурманены. А, с другой стороны, они открыто говорят, что, ну, это конъюнктура такая, и что я лучше напишу про этот злобный советский это самое, да, получу там степенюшку, там, или еще что-нибудь, там, это карьера и так далее. Но, дело-то все в том, что увидеть всю ложь, оно, в общем-то, не так сложно, на самом деле. Почему? Потому что культура, она не создается сверху, культуру ее невозможно развивать, и культура – это интерпретация вашего общественного бытия. И если вы живете, понятно, да, в чем, то у вас и интерпретация будет такая же. Вот, я поясню это, таких вот зеркальных буду сегодня приводить много, чтобы не быть голословными. Вот, смотрите, в 1965 году Юрий Алексеевич Гагарин с космонавтами приехал в Ленинград, и они посетили крейсер «Аврор». Кстати говоря, в интернете даже можно найти документальную запись этого события, они встретились с людьми, которые еще помнили события 1917 года, да, в чем мысль? Мысль идеяна в том, что вот если бы не залп «Авроры», то никакого бы космоса не было, да? С этим трудно поспорить. А вот теперь давайте перенесемся в 2009-й. Там же, на «Авроре», олигархическая тусовка устроила пьянку. Матвиенки там все эти, там, понятно, да? Значит, там они прыгали в него, там они бросали, значит, чайкам там икру красную. В чем здесь мысль? Ну, вот хозяева жизни. Понятно, да? И им абсолютно, там, на Гагарина, на этого, понятно, да? На этот залп, там, и на прочие вещи. И вот тут вот эту ключевую разницу нужно понимать. Смотрите, ведь советское общество, советская культура, советский человек, они формировались в тяжелейшей борьбе. Как с внутренними врагами, так и с внешними, да? Но на стороне большевиков это была праведная борьба, это была борьба за правду, да? Почему? Потому что это была борьба за обездоленных, за эксплуатируемых, за нищих, за необразованных. Понятно, да? Это же не была борьба за свои золотые погоны, да? Это была борьба с других. И поэтому вот изначально уже в качестве основной, идейной, фундаментальной вещи в культуре вот это вот будет ключевой момент. Понимаете, если вы вспомните, да, с чего начинается родина, ну, с отцовской Буденовки она начинается. Вот именно с этого. И очень многие деятели культуры, они напрямую деятели революции, вот они дети революции, вот конкретно. Там, скажем, если вспомнить нашего величайшего кинематографиста, мирового звучания Сергея Эйзенштейна. Ведь он вообще сам был из очень-очень крутой семьи. У него отец потомственный дворянин, архитектор, мать миллионерша, она из семьи петроградского купца, да? Ну, перед ним, в общем-то, открыты были все пути, условно говоря, буржуйские. Нет, он добровольцем пошел в Красную армию. Он оборонял Петроград, он рисовал агитпоезда, и он сам говорил, что вот именно эти события сделали из меня художника. И таких людей было очень-очень много, понимаете? Это же не нынешние там петухи-мажороты, которые расписные, попугаи прыгают, ничего из себя не представляют, да? Вот, то есть, культурные, все основные фундаментальные вещи, ценностные и прочие, они формируются вот здесь вот, понимаете, в практике, да? Либо это борьба за правду, либо это созидательный труд. Вот, кстати, вспомните там, с чего еще, как еще люди, собственно, становятся людьми, да? Они вообще через заводскую проходную, понятно, да? Либо через школьную парту, либо через студенческую аудиторию. Так они становятся людьми. И только в процессе вот системы общественных отношений у вас и формируются вот эти вот культурные, морально-нравственные вещи, ясно, да? Это образы, идеалы будущего, нового человека и так далее, и так далее. Теперь смотрите к нашим реалиям. Ну, то, что происходило в 90-е годы, мы с вами прекрасно, в общем-то, понимаем. Об этом, правда, стыдятся говорить. Но, какую же вы там можете найти культуру? Там антикультура, потому что ложь, грабеж, разрушение, воровство – это никакого отношения к культуре не имеет. И поэтому на этой грядке вы что посеете-то? Что у вас из этого всего вырастет? Понятно, да? Вот у вас и вырастут эти ребята, которые на Авроре там, да? Ясно, да? И, конечно, когда сегодня, кстати, вот я тоже иногда люблю, так это, со студентами спрашиваю вот сегодня, а с чего начинается Родина? Для тебя, да, с чего начинается Родина? Кстати, многие ответить в принципе не могут. Хаос в голове, понимаете? Но, как правило, там, если те, кто могут, личный успех. То бишь, эгоизм. Ну, а, понимаете, они же видят, да, что вот есть вот Абрамович, есть вот Чубайсы. Их вроде в народе ругают, а что, а ребят в шоколаде, их никто не трогает. Значит, это правильная модель поведения, понимаете, да? Какой там Павка Корчагин? Да они уже и не знают, кто такой Павка Корчагин. И зачем, собственно говоря, страдать за другого? Понимаете? Поэтому вот тут вот эти вещи, чем они абсолютно начали. Теперь, на чем еще они сегодня спекулируют? Я вот тоже очень люблю подколоть всех вот этих вот культурологов, так называемых, которые вот все это пиарят, да, про тоталитаризм и так далее. Я их все время спрашиваю, говорю, скажите мне, пожалуйста, друзья, почему вот советскую культуру эксплуатируют до сих пор? И на ней делаются огромные-огромные бабки. Ну, вспомните все эти, смотрите, проекты, песни о главном, старые песни о главном, да? Там перепевали песни из советских фильмов, да? Смотрите. Вот, все эти там безголосые-то поющие трусы, да, значит. Ну, представьте, сколько это, да? Аккумулировалось и денег, и средства, и всего прочего. Все эти передачи на телевидении, в поисках ушедшего, старая квартира. Кстати, сколько заработал ныне уехавший из России Парфенов на проекте «Намедни», да, смотрите? То есть, советская культура, она настолько безгранична, исполинская, что ее эксплуатируют до сих пор. Ну, такая самая дорогая реклама между советскими фильмами. Так вот, я пытаюсь у них узнать. Я говорю, а почему же вот ваше, все, что было создано за 30 лет, оно не в состоянии с этим конкурировать? И почему, если вы характеризуете советскую культуру как исключительно 100% пропаганда, мифы и так далее, да, но сегодня же этого нет в реальной жизни, а почему тогда это людей цепляет? То есть, вот здесь вот очевидно заложена ложь, которая, собственно говоря, и... Но, опять же, вот в учебниках везде, вы не представляете, конференции проходят. Это везде это звучит, защищаются диссертации, привлекают молодых студентов, и вот все вот это вот льют, 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 льют. Но самые-то главные, вот ключевые аспекты, они, конечно, проходят мимо, да? Понимаете, и когда вот вы еще сказали, что у нас там год литературы, да, год этого, год этого, ну да, но только видите ли, в чем вещь, это все искусственно-виртуальное. Я объясню, в каком смысле. Вот в 1957 году, как известно, да, Советский Союз, в Советском Союзе был осуществлен запуск первого искусственного спутника, что вызвало, ну, понятно, какую реакцию, да, во всем мире. И в том же 1957 году был снят блестящий фильм «Летят журавли», который получил, это был единственный фильм до сих пор, который получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннском кинофестивале. И за первые два месяца там 2500 рецензий, и все на Западе с ума сходили, как же так? Русские запустили кинематографический спутник, да? То есть, о чем идет речь? Технологические победы и культурные достижения шли нога в ногу. Понятно, да? Они взаимно друг друга дополняли, понимаете? Поэтому, когда говорят о культурной политике, это отдельно вот просто так вот. Вот мы сейчас фестиваль проведем, галку поставим и закрыли. Оно так не работает. Это должно быть в жизни, в рамках общественных отношений, понимаете? А когда этого нет, то тогда сразу здесь возникают вопросы. Вот 22-й, по-моему, год, если не ошибаюсь, это был год народов России, да? Народы культуры, народов России, год. Тема хорошая. Было проведено, кстати, по всей стране почти 70 тысяч мероприятий, да? Смотрите, это национальные, да? Культуры, танцы, там и так далее, языки. Замечательное абсолютно мероприятие. Но вы понимаете, в чем его заключается виртуальность, условно говоря? В чем заключается отсутствие вот именно органичности? Во-первых, за этот же год у вас, даже по официальной статистике, население минус миллион. То есть, вот тут как-то сразу, да, возникает момент. Во-вторых, понимаете, сами по себе фестивали и все прочие вещи – это лишь показатели результатов. Вот той работы, которая ведется каждый день, каждый час, понимаете? Она находится, вот она внутри практики распалена. Вот то, как это было в советском обществе, да? Через школу, через все возможные пути, да? Были выставки народного хозяйства. Вот целиком, полностью в жизни человека, понимаете? А фестиваль – это лишь вот то, некая такая отсечка, да? А здесь же получается что? Что вроде как ресурсы выделили, да, сконцентрировали, все вроде показали, что оно есть, существует, и все. А дальше гнием, как дальше, понятно? И отсюда вот это вот, оно, ну, очевидно, абсолютно вот это наблюдать. Потом, опять же, нужно вот, смотрите, иметь в виду, вот опять же, само качество. Ведь был прав абсолютно Маркс, когда писал о том, что такое вообще культура человека. Это степень человеческого в человеке, понятно, да? Потому что некоторые человеки, они просто называются человеками, ясно, да? А вот нужно смотреть именно вот эту степень. И в этой связи вот советская культура, она почему вот привлекала и привлекает до сих пор? Потому что с помощью специалистов-профессионалов своего дела она создавала такие образы, которые делали человека лучше. Понимаете? Они тянули человека. Вот. И вот сама вот эта тематика, она тоже очень хорошо прослеживается. Вот опять же, да, зеркально. Смотрите, вот вам две истории. В конце 50-х годов была снята история, достаточно банальная, о любви простого Столевара и учительницы, да? Речь идёт о фильме «Весна на Заречной улице», да? Которой критики, они даже не поняли сначала, как его оценить. Потому что, ну, вообще банально всё, да? На жизнь. Но они что здесь подчеркнули? Что вот это вот, это необыкновенное в обыкновенном. Понятно, да? И вот этим вот, вот, 30 миллионов вообще-то посмотрело. А нужно учитывать, что тогда это конец 50-х телевидения ещё далеко-далеко, понятно, да? Нет. И ещё нет той разветвлённой сети кинотеатров, которая позднее будет создана. А теперь смотрите, что в 90-е годы. Ну, про всю нашу чернуху я говорить не буду. А народ, он был увлечён другой сказкой. Это уже сказка голливудская, да? Про американскую Золушку, да? История этого миллионера-рейдера, если вы знаете такой, да? Вообще-то захватчик чужого, да? И вот этой вот, значит, проститутки, да? Которая вот она вся такая принципиально, она в губы не целуется, да? Ну, я говорю о этой американской этой красотке, фильм-то, да? Смотрите. Но целиком и полностью продажный буржуйский. Целиком и полностью. Любовь по контракту. Там это в каждой сцене, вы понимаете? Когда она там приходит, если помнить, фирменный бутик, а ей говорят, а у тебя есть золотая кредитка, иди отсюда ты вообще это самое, да? Вот чем кормили. Создание квалифицированного потребителя. Ну, отчасти да. Отчасти да. Но тут, понимаете, в чем, вот это же гадость. Ну, это же просто чисто гадость. Ну, как вот это можно возводить в какие-то, собственно говоря, вещи? Как это можно сравнить, там, я не знаю, там, три топли на полющихе, вершины вообще человечности, понимаете? Там нет ни поцелуев, ни постельных сцен. Ну, там и так все понятно. Вот, и не случайно. Кстати, римский папа тогда всем советовал этот фильм обязательно посмотреть. Потому что вот элементарный, да? Причем абсолютно уважительное. Ясно, да? Абсолютно уважительно показывают людей. Обычные люди вроде казалось было. Да, она вообще там, если вы помните, Доронина играет, да? Блестящую там, деревенскую там она. И разговаривает даже как-то необычно, да? Вот. И поэтому вот тут вот эта вот особенность важнейшая, которую, конечно, необходимо понимать, когда мы это сравниваем. И именно поэтому оно сегодня-то и работает. Понимаете? Ведь вот смотрите, кстати, вот даже самые крупные премьеры всех этих фильмов, вот последние десятилетия, вообще как это происходило? Значит, тут же быстро, да, что-то сделали, да, деньги освоили, да? Начинают агрессивную рекламную кампанию, да? По радио, по телевидению, вы такого еще не видели, это супер, там, это, это, да? Потом снимут парочку подставных, значит, вот интервью, да? Людей, которые якобы это посмотрели, да? Смотрите. Вот. Потом очень-очень быстренько соберут кассу, посчитают, и все. А вот дальше, в принципе, в эту пленку можете абсолютно смывать, стирать, понятно, да? Потому что оно и не нужно было, в принципе, создателям. И что? Ну, кассу посчитали, да, и все. Вот. И поэтому второй, третий, четвертый раз, это блюд никто смотреть не будет. Вот. И это тоже, этому тоже есть объяснение, да? Потому что советская культура, она никогда не была товаром. А начиная с Ельцинского указа 1991 года, когда было объявлено, что доидеологизировано, что в полное коммерческое, да, абсолютно, ну, все, в лапы барыг попало, да? И вот это вот возникло, это знаменитое высказывание, ну, а что, people have it. Но только тут нужно иметь в виду, когда мы говорим, что people have it, и когда это подают, как, дескать, вот это же хорошо, да? Почему? Потому что у человека вроде возможность выбора появляется. Это подмена понятий. Потому что, когда people have it, это, в принципе, не уважение к зрителю. Понимаете? Это как вот миски с разным пойлом свиньям бросают, они похлебали, а мы бабки подбили, понятно. Вот они и похавали. И никто ни за что не отвечает, ясно, да? То есть, никакой ответственности художнику перед зрителем, ничего этого уже абсолютно нет, да? И когда возникают какие-то вот ситуации, как вот сейчас, да, в наше время, то вот подобного рода все вот эти звезды говорят, а мне не нужно народное заберите. Ясно, да? Вот, если советские актеры, они воспринимали это как ответственность, собственно говоря, вот. Почему? А потому что там это по-другому работало, там это творчество, понимаете? И это было стремление с аудиторией поделиться, рассказать какую-то историю, понимаете? Это было очень-очень важно. И поэтому там это не могло так работать. Было уважение абсолютно к зрителю. А здесь нет. Здесь это вот таким вот образом уже. И поэтому, ну, конечно, это будет в целом опускать уровень, да? Вот. Ну, и, разумеется, это будет полностью вымывать все человеческое. Человечное, да? Вот то, что, собственно, и должно быть в культуре. Почему? Потому что, ну, акт купли-продажи, он не предусматривает. В принципе. Понятно, да? Вот. Это не нужно. Просто. Здесь просто купли-продажи. Все. Вот. И вот, 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 вот все. Вот это вот вещи мы все эти наблюдаем. И поэтому, опять же, когда это прикрывают, говорят, нет, 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 нет. Это ни при чем. Нет, нет. Это вот эхо тоталитаризма. Поэтому здесь, ну, нужно вот эту вот фальшь, ну, понимать, видеть. И, кстати говоря, нужно объяснять вот это вот молодым людям. Понимаете? Потому что, ой, цитатами Маркса здесь ничего вы не сделаете. Нужно вот обличать вот эту фальшь. Да, нам в школах, в принципе, и рассказывают, что в СССР культуры и не было. Вообще. Вот огромное количество страшилок ходит. Кстати, Алексей Павлович, вот вы какие знаете страшилки о советской культуре? Да много их. Ну, например. Это тоже в учебниках уже абсолютно пишется. Ну, например, пишут, что все деятели культуры, они винтики системы, они рабы партии, да. Они, значит, у них нет вообще никаких свобод. На каждом НКВДшник смотрит, как он рисует, пишет. Ну, видите ли, в чем штука. Ну, это же идиотия, она очень легко, собственно, разбивается. Почему? Потому что Старший Капица не состоял в партии. Туполев не состоял в партии. Горький Маяковский не состояли в партии. Великая Пахмутова не состояла в партии. Даже столь любимый либерал Митарковский тоже не состоял в партии. Но, тем не менее, да. Вот. Вторая тоже очень важная страшилка. Это вот мне довелось в одном учебнике тоже читать, что, дескать, вот какие же циничные вот большевики. Вот они, значит, 30-е годы, когда провели вот эту жуткую коллективизацию, массово уничтожили миллионы вот этих вот милых, замечательных кулаков. Это же хорошие очень люди. А потом в качестве насмешки над советскими людьми сняли кинокартины. Там вот «Свинарка и пастух», «Трактористы», «Кубанские казаки», да? И вот, опять же, хавают. Ну, как нам в школе рассказывали. Но при этом даже ведь, вы понимаете, не хотят задуматься. Вот просто вот элементарно не хотят задуматься. И еще раз повторяю, вот современные историки, к сожалению, вот этим надо заниматься, объяснять. А не Маркса, цитировать. Михаил Тимофеевич Калашников. Величайший, да? Мировой величины человек. Вот он из семьи кулака, вообще-то. И это никак ему не помешало. Когда он там, будучи еще молодым совсем человеком, в окружении работяг обычных, увидел, как там они слесарят. И ему тоже, вот он задался такой идеей, да? Создать самое лучшее. Создал. И всю свою жизнь гордился тем, что не нажил на этом никаких миллионов. И когда его спрашивали, а как у вас получилось так создать такое оружие? Он объяснил очень просто и абсолютно по-советски. Что я, в первую очередь, как самый обычный солдат, хотел сделать просто удобное, да? Для такого же обычного солдата. Вот и все. Абсолютно советское объяснение. Или, например, то же самое, такой же персонаж. Величайший у нас абсолютно музыкант Юрий Васильевич Силантьев. А он никто не знает, кстати, сегодня. Понимаете? Вот. Песни года, которые там больше 10 лет. Это именно его знаменитый гостелерадио и телевидение, да? Он дирижирует, понимаете? Десятки кинофильмов, кстати. Это именно он дирижирует. Вот он тоже из семьи такой же. Но в начале 30-х годов почему-то коммуняки краснодарские, он в Краснодаре, по-моему, они выбили ему не только бесплатное обучение, но и стипендию государственную. А в 1940 году, ну, это вообще ужас. Сейчас вот опять же все эти отравленные начнут прыгать. Он стал дирижёром оркестра НКВД. Вот сразу у людей НКВД. Это же горы трупов. Да, НКВД – это страшно. Это же вот ужас. Это те люди, которые стояли над каждым культурным деятелем. А вот то, что такой коллектив был в 1939 году, об этом никто и не знает. Понимаете, да? Вот никто об этом не знает. А вообще-то это коллектив, он за годы войны дал почти 2000 концертов на передовой. Там десятки погибших, кстати говоря, обычных трубачей и барабанщиков, да? А вот через этот коллектив либо с ним сотрудничали, либо там работали. Ну, я назову людей так вот, чтобы на вскидку, может быть, всё-таки какие-то фамилии-то люди услышат. Ну, например, Шостакович. Он не считал каким-то таким сотрудничать с этим музыкальным коллективом. Дальше, например, Азап Массерер – это вообще-то дядька этой самой Плесецкой балерины, да? Знаменитой. Дальше. Драматургию там ставил Михаил Тарханов. Это вообще-то Мхатовец. Величайший тоже артист, да? Оттуда вышли там огромные... Юрий Петрович Любимов, будущий режиссёр Таганки. Вот он оттуда вышел. И вот Селантьев там возглавил этот оркестр. А с 1958 года вот он возглавляет вот этот вот главный оркестр, главный коллектив при телевидении и гостелерадио. И умер он в 1983 году в феврале на своём посту в концертном зале Останкино, когда записывали концерт, посвящённый годовщине. Вот. Это вот из этой среды. Зато сейчас у нас культура есть своя. Ну, своя-то она своя. Своя. Это же рэп, это же чисто русское изобретение, там вот этот сюрреализм и так далее. То, что мы, по сути, украли с Запада и как бы переделали под себя. Но мы это выдаём за своё. В советское время это всё-таки было рождение именно советского времени. Видите ли, в чём, тут даже дело-то не в том, что там откуда-то украли. Смею вас уверить, что в культуре вообще нет такого понятия своё чистое. Понимаете, когда люди там, которые ещё что-то читают, до сих пор восторгаются Шекспиром, например. Шекспир тоже много чего украл. Люди просто не знают. Вот. И, скажем, такие сюжеты, там, король Илли, Ромео, Джульетта, это вообще древние хроники, там, ещё 5-6 веков. Понятно. Он просто их стилизовал, да. Тут-то вопрос заключается не в том, что украл, не украл, а вопрос в том, как это сделано и какое идейное наполнение. Понимаете? А вот тут мифы вот эти. Смотрите, ещё очень интересный миф, который тоже вот сегодня пиарится. И в учебнике, когда пытаются найти какие-то позитивные вещи, вот позитивные, ну, хоть что-то надо же найти, да, всегда пишут, что это очень важно с точки зрения психологии, что вот, дескать, мы утратили вот это вот ощущение, что мы какие-то оторваны от всего мира, да, и вот это вот замечательно, вот это вот мы в общей струе, да. Мы свободны. Да, 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 и что вот, дескать, вот в советской культуре там же вот детей этих пионеров несчастных, значит, приучали ходить рядами, речёвки, орать и так далее. Но, смотрите, какая штука интересная. Во-первых, это враньё, потому что и в советском образовании, и в советской культуре всегда воспитывали личность. И, кстати говоря, если знаете, помните, такой один из самых популярных советских детских фильмов про электроника, да, вот послушайте там последнюю песенку, она там не случайно последняя, там как раз-таки и поётся, что не будь бараном, исчез сам свою дорогу, понятно, да. Вот, поэтому это абсолютно не так. А вот когда вы, начиная с речи Ельцина в Конгрессе с США, капитулировали перед Америкой, когда вы дали присягу на верность, когда вы стали колонией, вот тут-то вы полностью и потеряли свою культурную идентичность. И вот не случайно за последние 30 лет, да, кому на Западе что-то интересно, то, что у нас создаётся, оно никому не интересно. Почему? А потому что это копия, жалкая причём, понятно, да. Условно говоря, американцы пожевали, выплюнули, а наши все эти либеральные начальники от культуры и науки подбирают и дожёвывают, понятно, да. Но зато так хорошо, мы же со всеми, вот мы же со всеми, вы понимаете? Освободились от тоталитарного режима. Да, мы же, ну-ка, мы же в общем этом потоке идём, вот. Но то, что это в принципе противоречит историческому развитию, потому что наша страна всегда давала образцы, понимаете, да, всегда высочайшие образцы своей собственной культуры, понимаете. Мы были подлинниками, подлинниками, да, были и влияния, они всегда есть, понимаете, государство не может развиваться абсолютно автономно, да, отдельно. Но даже в 18 веке, там, скажем, один из наших крупнейших деятелей культуры, сейчас даже студенты этого не знают, Николай Александрович Львов, как его называли, наш Леонардо да Винчи, он писал, хватит подражать всем этим там, мы русские, мы подлинники, мы сами можем, понимаете, и не случайно потом, да, золотой век русской культуры, наша уже национальная культура, и весь мир, вся Америка будет от Чайковского сходить с ума, билетов не купить на Чайковского, и где сейчас, понимаете. И поэтому когда-то вот про эти тоже вещи говорят, слушайте, ну в Советском Союзе была хотя бы дискуссия физиков и лириков, сегодня-то где они? Ну они в глубокой же... Понятно, да? Поэтому вот и все ваши вот эти вот оправдалки, что типа, ну вот это эхо, они не годятся, не годятся, и эти уродства, они продолжаются, и тут, к сожалению, вот опять же, возвращаясь к этой истории на Вроре, уже, ну не знаю, что это, надо еще раз шарахнуть, что ли, это самое, чтобы хоть как-то все это изменилось-то. А может быть, все-таки какие-то выходы у нас есть? Ну вот говорят, надо просто постепенно внедрять свою культуру, освобождаться от западного влияния, но постепенно. Вот как вы считаете, можем мы так сделать? Это идеалистические построения. Еще раз повторяю, да, если мы с вами люди материалистических взглядов, а для материалиста проверка всех идей – это практика, только практика, понимаете? И поэтому вот так вот по щелчку, вот так вот сверху вы это не сделаете. И для того, чтобы формировались идеалы, для того, чтобы формировались горизонты будущего, для того, чтобы формировались образы лучшего, это должно быть в практике, понимаете? А если этого в практике нет, как вы это будете? Да, я уже, по-моему, неоднократно вот приводил этот пример, там, я еще когда в школе работал, ко мне десятиклассница, это самое, подошла после уроков, фу, очень умная, молодец. А она мне открытым текстом сказала, говорит, знаете, вы замечательные просто. Вот я, говорит, на уроке побыла, как будто действительно вот окунулась в это историческое время, да, и замечательные там ценности, вы там это все говорите. Но, говорит, вы неадекватные, потому что я выйду сейчас туда, а там по-другому работает, понимаете? Означает ли это, что я не должен этого делать? Нет, не означает. Но я при этом должен понимать, да, что это сегодня не нужно, это сегодня не является ценностью, понятно, да, что соревноваться со всеми этими, которые занимают там все эти должности везде, на радио, там, на этом, на этом, невозможно, понятно, да? Но говорить, конечно, об этом надо. Но только, опять же, на мой взгляд, тут нужно стараться все-таки людям открывать глаза на основе каких-то вот элементарных вещей, понимаете? Вот, а не Маркса им читать, да, они не знают, кто такой Маркс, что эти цитаты им могут дать. Вот элементарно стараться, вот пытаться им объяснить, да? И, кстати, вот даже вот эти вот студенты, которые антисоветчики, да, вот пытаться ему объяснить и сказать, что, ну, друг, ну, ты понимаешь, что даже если ты хороший, замечательный, да, даже если ты честно относишься к учебе, да, даже если, понимаешь, что в рамках вот этой модели, которая существует, ну, для тебя все двери закрытые. У тебя папашка есть в Газпроме? Нет папашки? Ну, извини, понятно, да, значит, вот будет максимальный потолочек, там, условно, там, двадцаточку будешь свою получать, и все, и радуйся, понятно, да? И никогда не забудь там про все эти социальный лифт, забудь про все эти вот справедливые вещи, да, что по труду, по усилиям, понятно, да? Вот эти вещи, понимаете, нужно объяснять, стараться проще это делать, потому что, поверьте мне, в целом, если так вот оценивать, вот этот вот процесс деградации, он усиливается, с очень гигантскими темпами усиливается. И это при том, что вот то, что они заражены антисоветизмом, понимаете, я бы еще понял бы, если бы вот этот их антисоветизм, он был бы на фундаменте их какого-то изучения у своей, но они же ничего не знают. Понимаете, они ничего не знают, просто вот они им поддались полностью, да, вот этой машине пропагандистской, которую, ну, отовсюду, и они сказали, да, это так. А можно ли их в этом винить? Молодежь, мне кажется, ее-то винить не за что. Я не виню, я не виню, просто как бы тут, вы понимаете, смысл-то гуманитарного знания заключается в том, что как-то, если ты вообще хочешь понимать, в какой окружающей действительности ты существуешь, значит, ну, ты сначала-то изучи, и старайся сам до этого дойти, да, старайся соотнести разные точки зрения, понимаете, а у них нет этого умения. Нет этой, потому что вот с 90-х годов же это все в образовании, понимаете, вот это вот комфортное образование. Что значит комфортное образование? Ну, это глупость величайшая. Оно комфортным должно быть с какой точки зрения? Должны быть, да, просторные классы, да, не должно быть, конечно, сортиров на улице, то, что до сих пор еще есть, да, технически должны быть, вот в этом смысле они должны быть комфортными. Но сам процесс получения знаний, он не может быть комфортным. Это преодоление, это труд, понимаете. И нельзя, ну, ковыряясь в носу, получить какие-то знания. Это виртуально. А у нас вот оно так, понимаете, да, что ученик всегда прав, студент всегда прав, учитель-преподаватель раб, просто раб. Он ничего уж не может, собственно, ну, понятно, он услуги свои там эти, да. Трансляция знаний. Ну, да, 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 то, что там обратно, поняли, никого, собственно говоря, не волнует, да. Вот тут и получается такой вот результат. Конечно, тут опять же не нужно там как бы на всех это распространять, понятно, что разные. Но в целом вот тенденция, она видна, очевидно, да. И вот этот вот антисоветизм, он абсолютно прививается. При том, что даже иногда вот спрашиваешь, а у тебя что там, там дедушка не воевал, что ли? Воевал. Я говорю, ну, вот ты тогда, может быть, ты подумаешь, за что он воевал, он что, он, да, мозгов не хватает, потому что, ну, не читают, понимаете. Потом опять же, тут же, вот с точки зрения культуры тоже очень важно, чем ты питаешься. Ну, если ты ядом питаешься, ну, оно у тебя и будет, откуда оно что появится, понимаете. Если ты при обращении к книге, к фильму, еще к чему-то, если это все мимо сердца, мимо ума, если это просто такой тиктошный эффект, да, ну, так он-то, извините, так это и будет. Ты пукнул, забыл, понятно, да? Вот и все. И значит, тогда ясно, что происходит с твоей мозговой активностью, если там вообще мозг есть. Да, и поэтому вот, вот, но это, конечно, это целенаправленно, это целенаправленно, собственно, все идет, понятно. И тут задача так уже не стоит. А называют это все свободой самовыражения? По-разному, да, это все по-разному называют, это все там придумывают разного рода хорошие слова и так далее, так далее, так далее, так далее, вот. Можно ли сказать, что создается иллюзия свободы в культуре? Вот сегодня у нас создается вот прям иллюзия свободы, делай, что хочешь. Ну, скорее, да, скорее здесь бросается вот этот вот лозунг, что, кстати говоря, тоже достаточно сумасшедшая, что ты можешь выбрать все, что тебе нравится. Понятно, да? Но, понимаете, в чем штука? Для того, чтобы иметь возможность выбрать, нужно необходимо, просто крайне необходимо иметь то, что мы называем внутренней культурой. Понимаете, да? Условно говоря, нужно все-таки выступать цензором. Если у государства цензуры нет, да, вроде как, да, такой, то вот должен быть внутренний цензор, внутри сидеть. А откуда он появится? Он тоже не появится. Потому что если в рамках общественного развития, идеологии и всего прочего четко не показывается шкала, что добро, что зло, что можно, что нельзя, то его и не возникнет. Понимаете? Если вот эти образы, да, вот то, о чем я сказал, да, то тогда, ну, собственно говоря, и будет такое понимание. Алексей Павлович, а как вы думаете, сегодня уместны советские рецепты культурного воспитания? Ну, советские рецепты, что тут имеется в виду, советские рецепты? Ну, на уровне семьи, ну, конечно, нужно ребенку говорить, что там добро это хорошо. Они, понимаете, вот опять же, вот когда начинают выдумывать, что большевики что-то какое-то свое такое, вот, да, экспериментировали, стопроцентно какие-то убожества, да ничего подобного. Они упирались абсолютно на человеческие вещи. Ну, что же тут, собственно, помоги другому? Что тут противоречит? Помоги другому, да? Не о себе, а о другом помоги, да? Что здесь непонятно? Неужели непонятно, что мы можем процветать все только в том случае, если будем работать не на себя, а друг на друга? Если мы все это будем делать, если мы все будем сознательны, значит, оно у нас и будет. Все не рассказывается наоборот, работай на себя. Вот, собственно говоря, ну, об этом-то и речь, об этом-то и речь, и это оно, конечно, оно абсолютно противоречит нашему культурному, историческому, вы понимаете, вот. И, как вот показали эти десятилетия, это тут же разрушает момент, тут же разрушает. И все больше и больше удивляешься, что наши предки-то еще там славяне, которые поддерживали и сохраняли свою общинность, ну, значит, наверное, не дураки были. Хотя они там в университетах не учились, понимаете, но прекрасно понимали. И в наших средневековых памятниках вы нигде не найдете «я». Мы – мир, понятно, да? Мир. И вот этого вот, эгоизма вот этого. А что такое? Эгоизм – это всегда понятно, да, что? Эгоизм – это такая абсолютно радикальная форма такого либерального прочтения, да, вот. Которую сегодня мы с вами тоже можем, в общем, достаточно широко наблюдать. Посмотрите там, что все это, все эти сбежавшие из России, что они там говорят, да? Что вы все сволочи, вы там все рабы, там сейчас я вам расскажу правду, да, вот. Гордыня, понимаете, гордыня, да? Вот. Даже если, условно говоря, тебя там обидели, там, да, вот, а ты сразу бежишь там на какой-то там абсолютно канал и начинаешь оттуда, значит, вот, да? И при этом он думает, что он прав, сто процентов. Гордыня. Это и есть. Вот этот самый поганый эгоизм, понимаете, который человеку, он скручивает моментально. Гордыня, не случайно, православная традиция – самый противный грех. Самый. Понимаете, потому что это… Я никогда не прощался. Вот. И пойди попробуй ты там в посадской общине или в крестьянской что-то там. Да тебя там по рогам сразу надают и правильно сделают. Понятно, да? Да, что, ты же вместе живем. Необходимо. И помогать друг другу, да, стараться. Несмотря на наличие разных там повседневных конфликтов, которые могли возникать вокруг этого, вокруг этого, вокруг этого. Все-таки цельность-то. Понимаете? Вот. Вспомните пионерскую организацию. Звездочки, деления, да, и так далее. Ведь что должна делать отличница-то? Она, в первую очередь, должна другим помогать. И она это делает даром. Она же деньги за это не берет, да? Да, понимаете? Были такие времена. Ну, вы-то не помните, вы еще молодой. А я помню прекрасно, да? И, кстати говоря, эти отличницы, ну, отличницы, как правило, девчата, всегда помогали. Всегда. И если этот там двоечник, там, он уже стал тройки получать, значит, уже молодец. Понятно, да? Вот. А сегодня нет. Сегодня это ради своего рейтинга, да? Ради там этих, да? Баллов. Породистые скакуны. А все остальные, там, стоят в стойле, там, и не надо. Алексей Павлович, а ведь можно сказать, что для разрушения нашего культурного кода изначально начали разрушать историю в нашем образовании? Начали именно с этого предмета? Ну, в целом, вообще, если вспоминать все эти комиссии Яковлева и то, как все это началось, какие жупелы при этом использовали, ну, да. Но тут в целом историю, понимаете? Сначала переписали историю, а потом собственность. Отняли у народа страну. Все, не принадлежит уже. Сначала историю надо переписать, надо обгадить. Все обгадить. Причем, вот опять же, смотрите, и понятно, что советское больше всего обгадить, но гадят даже и уже и дореволюционное. Почему? Потому что, если вы внимательно откроете, там, скажем, я не знаю, какого-то там Дмитрия Ивановича Менделеева, он сам-то был человек монархических взглядов, но это приговор нынешнему российскому буржуйству. Вот он там очень хорошо пишет со всей своей ненавистью то, что уже тогда было видно в основе развития экономики Российской империи и то, что сегодня расцветает пышным светом. Вот про этих ворюк, которые готовы задарма продать все, понятно, да, все вообще, что есть. Вот он об этом там уже и пишет. Хотя, еще раз говорю, он монархист по взглядам, да. Поэтому, но они даже и это тоже уже, вы понимаете, гадят на это. Вот. Оно и понятно. Потому что нужно как-то укоренять, нужно как-то распространять вот эти вот благостные ощущения от этих десятилетий. Но, извините, король-то голый. И возможность его прикрывать уже... Ну, сейчас историю, насколько я понимаю, строят так, чтобы представлять русский народ таким, ну, можно сказать, рабским обществом. То есть, вот это общество всю свою жизнь были рабами. Вот. Нам в школе именно, в принципе, с этой позиции преподавали. Почему нужно смотреть на Запад? Там люди всегда были свободные, не помещиков, ничего. А вот русское общество, то крепостное право, то тоталитаризм советский и так далее. И вот, вот с этой позиции смотреть на историю. Вот нам именно так и доказывают. Да вот то, с чего я начал сегодня разговор. Это Ельцин-центр. Мультика не смотрели? Где до 91-го года был просто ад. А потом выходит спаситель перед танком, останавливает. Да, у него, правда, не граната в руках, ему там чекушку надо, чтобы... Вот это вот, вот это трансляция. Понятно, да? И поэтому, когда, кстати, вот я тоже иногда слышу так называемых историков лево-взглядов, которые начинают дореволюционное поливать, вот они вот не понимают, что на самом деле они в один голос помогают вот этому. Нельзя разрывать историческое пространство. Понимаете? Нельзя. И советский период истории, он не являлся никаким там жутким экспериментом. Он абсолютно органично вписывается во весь предшествующий ход нашей истории. Несмотря на кажущийся на первый взгляд радикализм, да, смена общественных отношений и так далее, истоки, смею вас уверить, очень-очень уже лежат глубоко. Уже в восстаниях Древней Руси можно их увидеть. Понимаете? И все вот эти рассуждения, вот, которых в 12 веке наш книжник пишет, что стоит богатство обрести, а душу потерять. Вот она вам человечность, понимаете, да? В 90-е годы так вопрос уже не ставится. Ясно, да? Вот и все. Алексей Павлович, огромное спасибо за интересную беседу. Вы смотрели канал «Красный проект». Для вас передачу вел Илья Бакатов. Подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх. Алексей Павлович, еще раз большое спасибо. До свидания. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...